Представляю вам соперников. Let me present you fighters into the first fighter in the blue corner from Челябинск. He is 28 years old, 184 cm tall and weighing 119 kg. His professional record – 9 bouts, 7 wins and 2 defeats. His opponent in the red corner from St. Petersburg. He is 29 years old, 195 cm tall and weighing 117 kg. His professional record – 8 bouts, 7 wins and 1 draw. В красном углу боец из города Санкт-Петербург. Ему 29 лет, рост 195 см без 117 кг. Представляет бойцовский клуб Сечпро с профессиональным рекордом. Восемь боев, семь побед и одна ничья Кирилл Корнилов! Рефери Георгий Томоев. Бойцы на середину. Так, парни, вы профессионалы, правила вы знаете, правила не нарушаем. Слушаем внимательно команды рефери. Пожали руки. Удачи обоим. По углам. На год старше Кирилл Корнилов на целых 11 см выше и на 2 кг легче. Боец готов. Первый раунд. Бой! Ну что ж, хороший матч-ап. Хорошая проверка для Кирилла Корнилова. Базового ударника. Звезды Тая Кикбоксинга. Теперь вот сосредоточился на ММА. Восходящей Звезды ММА. Да. Ну, в принципе, в России всегда была хорошая традиция с тяжами. У нас в соседнем дивизионе чемпион даже есть в Беллаторе. Можем вспомнить. Да. Вадим Немков. В полутяжелом весе. В полутяжелом весе. Но, кстати, личный гран-при в полутяжах в Беллаторе скоро начнется. Там и чемпион тяжелого веса. Ну, в общем, не об этом. Вернемся к тому, что происходит здесь. У нас просто пока разведка, поэтому мы немножко отвлеклись. Мы видим, что жесткий лод Корнилова. Друзья, еще раз, да, банальный комментаторский штамп, но это факт. Это тяжелый вес, и здесь один удар решает все. Такой, ребят, получается, если я правильно помню, 230 килограммов на своих весах. Серьезно. Даже больше. Может, даже, да, больше. Даже больше. 230 с чемпион. Больше, да. Ну, в общем, очень много. Если простыми словами. Поддавливает, поддавливает Корнилов. Хочешь лишить пространства. Хороший джеб. Чтобы некуда было сопернику деваться от его сокрушительного удара. С передней руки попадает Корнилов еще раз. Пока работает одиночными, благо, что соперник позволяет это делать. Потому что соперник пока вообще не работает, я бы сказал. Он соперник присматривается. Не присматривается, не активничает особо. Не, ну, с таким габаритным, бьющим парнем, как Кирилл Корнилов, моргать-то не стоит. Конечно. В том числе и нам с вами, друзья. Снова джеб от Корнилова. Юрий Федоров пока не делает ничего. Ну как, мы же сказали, присматривается, настраивается. У Корнилова есть. Просто вагон времени подготовить атаку. Вот опять джеб от Корнилова. Чтобы не джеб, скорее боковой. Передней руки в данном случае. Это левая у Кирилла. А вот и правая пошла в ход. Попытался пойти с ударами вперед Федоров. Понял, что на дистанции не Айс, и нужно ему сближаться. Чем у правого входа? Попытка Лоуна там, ушел Корнилов. У Кика. У Федорова есть три победы с обмешанными. В принципе, Федоров неплохо борется. Поэтому для него, наверное, задача сейчас попытаться перевести Корнилов в парк. Вопрос удастся. Попыток не было. Он не дает Корнилов это сделать? Я думаю, бросаться в ноги здесь можно получить колено в голову. И до свидания. И все, да, бой закончился. 117 килограммов вес Кирилла Корнилова. Это вам не шутки. Хороший, жесткий удар. Такой больше миддл. Ну точно в бедро. И там аж прихватился. Да, схватился за бедро Федоров. Поп на встречу там попал разок Корнилов. Вот, вроде бы, зацепился Федоров. А вот и борьба, да. Сейчас попытается, да, попытается перевести Юрий ситуацию в партер. Потому что те немногие удары, которые он пропустил от Корнилова, были очень тяжелыми. Кирилл спокойно разрывает дистанцию. Да, вот ему в партер совсем не надо. Мне, коллега, не хватает, если честно, прямых ударов ногами от Кирилла, чтобы соперника-то как раз на дистанции и держать. Просто куда-нибудь там в корпус даже не столько нанести урон, сколько просто... Ой-ой-ой. Услышал тебя Кирилл. Ну рукой ударил-то. Ай, какие лоу-кики, друзья. О, боже мой. Это что, нокаут лоу-киком? Это нокаут лоу-киком. Это лэг-кик называется по-английски. Уважаемые дамы и господа, Рефери остановил поединок на четвертой минуте четвертой секунде первого раунда. Победу нокаутом одержал. Рефери, стабли контест, 4 минуты, 4 секунды, раунд 1. Винер Бай Кео, Кирилл Корнивал! Рефери, стаблика, стаблика.